Фотохода Сначала положено Вот за этим земляным валом я и прячусь Видна лишь моя голова, видимо Если в полный рост не выходить перед этой цаплей То она и не пугается Я снова подошел к мосту, где я в прошлый раз вел съемку Правда я на другом берегу был, но сейчас моя цель не здесь находиться, а пройти Вот к тем деревьям, для того чтобы там посидеть и понаблюдать Может чомги или лысухи поближе подплывут Тем более что, думаю, деревья будут немножко закрывать меня от ветра Потому что ветер сегодня северный Даже немного моросит сейчас Но там я и под деревьями спрячусь, если дождь пойдет Вот как раз одна чомга плывет с рыбкой Наверное, своему птенцу несет А птенцы еще далеко Оба с другим родителем плавают Наверное, если увидят рыбку в клюве То, скорее всего, ускорятся и подплывут Аплодисменты 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 Возвращаются Язык Аплодисменты Аплодисменты Подписываются Наступного место для съемки сейчас стою под деревьями в надежде что они укроют меня дождя который пока не прекращается так и слегка моросит но я думаю чуть-чуть терпения и что-нибудь интересное будет лишь бы дождь не усилился настолько что это листва меня уже не сможет укрывать одна из птиц активно охотиться чтобы накормить своих птенчиков рядом с тростником плавают уже подросшие птенцы кряквы маленькая рыбка была поймана и сейчас один из птенчиков съест ее позади меня жилой сектор и там газонокосильщики косят траву поэтому для меня доносятся звуки чем где немного от плыли сейчас за камышами их не вижу но где-то слева на деревьях слышу голос и и волги но такая колестка колышется очень сложно рассмотреть птицу о горяхвостка обыкновенная или садовая уже второй раз увидел ее в этом месте может получится сделать снимок если сядет удачно ветер усиливается порывы сильные ладно хотя бы не льет пока вот газонокосильщики успокоились все же вроде перестал нарастить хоть какое-то время получится поснимать птиц без помех из хищников пока видел только коршуна и болотного луня самку болотного луня летит коршуна снимать не стал высоко летает и на фоне светлого неба выглядит только как силуэт а лунь он опускается практически над камышами и на темном фоне хоть как-то можно будет будет его рассмотреть рисунок оперения снова коршунь летит это слеток трясогуски это слеток трясогуски он не очень пугливый но мои движения не очень-то реагирует самец греховский тоже выдал свое местонахождение беспокойным щебетанием несмотря на шум ветра который в этих кронах все равно удалось заметить эту греховску наверное где-то в кустарниках их птенцы и вот поэтому горехвостки так беспокойно чирикают думаю пора поворачивать в обратную сторону немножко понаблюдаю еще может быть чем где вернуться на тот участок пруда где их только что снимал ту семейку если же нет пойду потихоньку в обратном направлении это прохладно сегодня непривычно после 30 градусной жары который стоял на прошлой неделе увидел все таки и волгу хоть и всего лишь два-три кадра сделал на фоне светлого серого неба но хотя бы так думаю что обработать получится так чтобы птицу было видно вот в той стороне на дерево на ветку на сухую села куда отлетела не успел рассмотреть сейчас понаблюдаем может голос подаст здесь одна чемга или большая поганка плавает рядом с камышами но она в основном перышки почищает охота и не занимается поэтому снимать не очень интересно а 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 так и не выпало наверное потихоньку начну двигаться в обратном направлении может другую семью чем которая около моста плавает если к моменту когда туда подойду они не уплывут может их снимаю тучи не прекращают плыть по небу ветер и гонят и может ливануть взял конечно с собой накидку от дождя но гулять под дождем неинтересно раз я уж вышел снимать надо заниматься съемками волосухи появились слева плавает молодой птенец уже самостоятельно собирает пищу не дожидаясь пока ему в клювик вложат ух ты ягодки поспели надо отведать первых ягод в этом году первые ягоды в этом году пробую вкусно а вот и ароматный чабрец тоже надо будет собрать и ягод погода ухудшается с каждой минутой тяжелые тучи проходят